Ребята, я всех приветствую на нашем канале и сегодня мы будем говорить о профессиях, которые существуют в индустрии спорта. То есть мы рассмотрим, как в спорте можно зарабатывать деньги, за исключением того, чтобы быть непосредственно спортсменом. Я расскажу, какие профессии в спорте на сегодняшний день актуальны и сколько вы в них можете зарабатывать. Все данные, которые я буду озвучивать в этом видео, подготовлены на основе моего личного наблюдения за спортивным рынком в России. Это не исследование каких-то британских ученых, это мое личное мнение. Я уже 6 лет создаю бизнес в России в сфере спорта, у меня спортивные агентства, и я достаточно хорошо знаю спортивный рынок России изнутри. Мы будем смотреть то, что актуально именно для России и стран СНГ, потому что то, что в спорте актуально для Америки или для Европы, оно может быть актуально там, но не актуально у нас. Первую профессию в сфере спорта, которую мы будем с вами рассматривать, это самая очевидная профессия – тренерство. Очень много бывших спортсменов после окончания своей спортивной карьеры становятся тренерами. И если вы тренер в спортшколе, то есть детский тренер или детский тренер в каком-то клубе, то, скорее всего, у вас не будет большой зарплаты. Официальные зарплаты в России детских тренеров в зависимости от вида спорта разнятся примерно от 30 до 70 тысяч рублей. Но многие тренеры зарабатывают дополнительно с организацией сборов для своих воспитанников, с персональных тренировок, и для многих тренеров это, в принципе, является и основной частью их заработка. Если вы хотите стать тренером профессиональных команд, то есть работать уже с профессиональными взрослыми спортсменами, то туда попасть достаточно сложно, потому что у вас должен быть уже очень серьезный тренерский опыт. И если вы молодой специалист, то, скорее всего, вы должны будете начинать с работы с детьми. В принципе, даже будучи молодым детским тренером, можно зарабатывать достаточно неплохие деньги. Если вы будете иметь много групп детей, кто с вами занимается, если вы будете постоянно организовывать сборы зимой, летом, в разные каникулы, если у вас будет много детей, кто с вами занимается индивидуально, то можно неплохо зарабатывать. Я знаю детских тренеров, которые в России зарабатывают по 200-250 тысяч рублей в месяц. В принципе, достаточно неплохие деньги. Но они постоянно заняты, у них постоянно тренировки, после командной тренировки они идут на персональную, у них любые каникулы, сборы. Конечно, это очень такой, скажем так, жесткий и тяжелый видом жизни. Нельзя заболеть, нельзя условно отдохнуть. Вы постоянно должны быть вовлечены в процесс. Многие тренеры сталкиваются с такой сложностью, что когда они вырастают до определенного этапа, им тяжело расти дальше, потому что они постоянно заняты и постоянно в тренировках. В профессиональный спорт переходят не все, и, наверное, это вот некий минус тренерства, что вырастая до определенного этапа, тяжело расти дальше. Следующий этап после тренерства – это организация какой-то своей спортшколы, клуба, академии, то есть какой-то спортивной организации, где будут тренироваться спортсмены. То есть тут уже вы даете работу другим тренерам, организовываете их и даете группы, кого они будут тренировать. Контингент подобных спортивных организаций может быть совершенно разный. То есть это могут быть тренировки для каких-то детей самых маленьких, условно по 5-7 лет, и это для них как какие-то уроки физкультуры и общего развития. Это могут быть тренировки для детей спортшкол, то есть какие-то дополнительные тренировки к тому, что они получают в спортшколах. И это могут быть тренировки для любителей, то есть условно, как какие-то, не знаю, допустим, клубы бега, любительский футбол, хоккей, баскетбол и так далее. Я считаю, что это направление в России достаточно перспективное, и оно еще не перегрето, поэтому создание какой-то частной спортшколы в России очень перспективно. Единственное, что если вы работаете в сегменте детского спорта, то, конечно, вам тяжело будет бодаться с какими-то государственными спортшколами, потому что, во-первых, они бесплатные, во-вторых, ну, все равно вам будет с условным ЦСКА бодаться тяжело, и вы не сможете заявить какую-то частную организацию в детский чемпионат России. Но, в общем и целом, направление частных спортивных клубов, академии и так далее в России очень перспективно, и это направление стоит рассматривать, если вы планируете сделать какой-то бизнес в спорте. Третья сфера спортивных профессий, которую мы с вами рассмотрим, это работа по найму в различных спортивных организациях, то есть, может быть, спортивные федерации, клубы, спортшколы, какие-то те же академии, то есть, любая офисная работа, за исключением тренерской в спортивных организациях. Если, во-первых, объединю, почему я все это объединил в один блок, потому что, если вы сотрудник отдела маркетинга, продаж, занимаетесь спортивной атрибутикой, работаете с болельщиками, в России, работая в спортивных организациях, скорее всего, у вас не будет больших зарплат, потому что, во-первых, бюджетные организации, в принципе, не имеют возможности, чтобы платить большие зарплаты, а в частных организациях, в сфере спорта, в России всего лишь несколько частных крупных спортивных организаций, которые могут платить большие зарплаты сотрудникам. Поэтому, условно, будучи сотрудником отдела маркетинга в какой-то спортивной компании, в каких-то других сферах бизнеса, вы на той же позиции, скорее всего, будете зарабатывать больше, нежели чем в спорте, потому что в частном спорте в России, в принципе, не так уж и много денег, если сравнивать с какими-то более развитыми индустриями. Четвертое направление профессии и бизнеса в спорте, которое мы рассмотрим, это продажа спортивной экипировки и спортивной одежды. Это, конечно, уже больше сфера ритейла, чем какая-то спортивная сфера, но все равно рынок, скажем так, спортивной одежды, спортивной экипировки, он огромный. И тут два направления. Либо вы становитесь реселлером, то есть перепродаете уже какие-то существующие известные бренды, создавая интернет-магазин, либо офлайн-магазин. То есть вы можете сделать магазин, допустим, всех спортивных товаров по различным брендам, можете сделать какой-то магазин узкой направленности, допустим, магазин футбольной экипировки, либо каких-то баскетбольных товаров. Второй вариант – это создать свой бренд одежды. Тут, конечно, уже гораздо сложнее, но, в принципе, направление тоже реализуемое. Сложнее, потому что тяжело тягаться с какими-то существующими крупными брендами, как условный Nike или Adidas. Но если вы создадите какую-то интересную историю для своего бренда, либо, возможно, сможете предложить что-то самое на поболее низкой цене, или сделаете коллаборацию с каким-то известным спортсменом, то на этом тоже можно создать определенный бизнес. Пятое – это агентский бизнес в спорте, то есть представление интересов спортсменов. Чем занимается спортивный агент? Это основное, прежде всего, ведение финансовых переговоров спортсмена. То есть агент общается, допустим, со спортивными командами, где будет выступать спортсмен, чтобы спортсмену платили как можно больше денег. Ведет переговоры с различными брендами и компаниями, которые хотят использовать образ спортсмена в своих каких-то рекламных интеграциях. Соответственно, основная работа спортивного агента в том, чтобы спортсмен, работая с этим агентом, получал максимально возможные деньги по своим контрактам. Соответственно, стать спортивным агентом достаточно сложно. Это рынок очень закрытый, потому что, чтобы какой-то спортсмен, который уже зарабатывает большие деньги, либо в перспективе будет хорошо зарабатывать, начал работать с вами, вы должны иметь большие связи в спортивном мире и иметь определенный статус. Допустим, наш бизнес можем назвать агентским бизнесом. У нас такая смесь агентского бизнеса и бизнеса по образованию за рубежом. Мы помогаем спортсменам поступать в американские и европейские учебные заведения, где они будут учиться и заниматься спортом, получать так называемые спортивные стипендии. И несмотря на то, что наша организация, наше агентство крупнейшее в Европе в данном направлении бизнеса, в России у нас заняло 3 года, чтобы начать зарабатывать какие-то деньги. Потому что у нас, когда мы только вышли на российский рынок, не было в России какого-то имени. Поэтому у нас 3 года заняло то, чтобы создать себе какую-то репутацию, какой-то бренд, чтобы спортсмены начали работать с нами. Соответственно, чтобы стать спортивным агентом, вам нужно несколько лет однозначно потратить на то, чтобы создать себе имя и репутацию. И, возможно, тогда спортсмены начнут работать с вами. Поэтому в агентский бизнес стоит заходить, только если у вас есть большие связи в спортивной сфере. Шестое – это IT-проекты и стартапы в сфере спорта. Всего лишь несколько успешных IT-проектов в России в сфере спорта существует. Один из них – это Инстат, сервис по статистике, которым пользуются очень многие международные лиги, допустим, футбольная Ла Лига. И это действительно очень успешный проект. Но таких стартапов в сфере спорта, к сожалению, в России всего лишь несколько. И это направление очень перспективное. Конечно, для создания какого-то стартапа, IT-проекта, вам нужны достаточно серьезные средства. Поэтому вам нужно иметь либо свои накопления, либо привлекать инвесторов. Но это направление очень перспективное. И если у вас есть какие-то идеи для IT-стартапов в сфере спорта, то однозначно стоит пытаться их развивать и привлекать на эти идеи инвесторов. И седьмое направление, на котором вы можете зарабатывать в сфере спорта – это блогерство. Очень перспективное направление. Спортивных блогеров пока не так уж и много. В принципе, их, скажем так, всего лишь, наверное, несколько. И если вы создадите какой-то интересный контент в Инстаграме, на Ютубе, по большому счету любому виду спорта, на Ютубе есть канал про прыжки в воду, на котором более двух миллионов подписчиков. Поэтому, если вы по своему виду спорта придумаете какой-то контент, который будут смотреть зрители, вы начнете на этом зарабатывать неплохие деньги. И это направление сейчас очень перспективное. Ну что ж, я считаю, это самые перспективные направления, на которых можно зарабатывать в спорте на сегодняшний день. И если у вас есть какие-то другие идеи и направления, которые вы считаете в спорте можно зарабатывать, пишите их в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк на него, если оно вам понравилось. И увидимся с вами в следующих выпусках.